издательство бомбора океан книг спасибо за обратную связь дуглас stone шейла хин прежде чем вы расскажете мне как нужно действовать выложите свои грандиозные планы по моему изменению исправлению и улучшению научите меня подниматься из праха и быть сияющим и успешным запомните я слышал это много раз меня учили оценивали и ранжировали наставляли отслеживали и начисляли баллы меня выбирали первым выбирали последним и вообще не выбирали и это всего лишь в детском саду мы плывем в океане обратной связи каждый год в одних лишь соединенных штатах каждый школьник сдает 300 домашних заданий сочинений и тестов миллионы детей проходят оценку при приеме в спортивные команды или получение ролей в школьных спектаклях почти 2 миллиона подростков сдают единый экзамен а потом колледжи оценивают их по полученным оценкам не менее 40 миллионов человек оценивают друг друга на сайтах знакомств и 71 процент из них уверены что способны оценить партнера с первого взгляда и насколько же правильно мы друг друга оцениваем 255 тысяч свадеб отменяется а 877 тысяч супругов подают документы на развод еще больше обратной связи поджидает нас на работе 12 миллионов человек теряет работу и бесчисленное множество работников терзаются сомнениями не станут ли они следующими более 500 тысяч предприятий открывается и почти 600 тысяч закрывается навсегда на тысячах предприятий в конференц залах и кабинетах ведутся ожесточенные споры о причинах трудностей обратная связь происходит непрерывно а аттестация по некоторым оценкам в этом году от 50 до 90 процентов работников пройдут аттестацию связанную с их должностями зарплатами и премиями и это серьезным образом повлияет на их самооценку на нашей планете 825 миллионов рабочих часов 94 тысячи лет каждый год тратится на подготовку и прохождение ежегодной аттестации после этого каждый из нас чувствует себя на тысячу лет старше но становимся ли мы мудрее марджи получила оценку соответствия ожиданиям для нее эта оценка звучала иначе неужели вы и правда здесь работаете художественный проект вашего второклассника мамочка ругается стал предметом обсуждения на родительском собрании супруг годами жалуется на ваши недостатки вы воспринимаете это не как обратную связь с его стороны а как занудство родриго читает свой объемный отчет по обратной связи он ничего не понимает но его настроение изменилось теперь он чувствует неловкость перед коллегами перед всеми коллегами наша книга поможет вам эффективно и конструктивно воспринимать обратную связь позитивную или негативную заслуженную или незаслуженную обидную чуткую или несерьезную мы не собираемся призывать вас совершенствоваться или признавать свои ошибки мы дадим вам совет но главная цель объяснить почему принимать обратную связь так тяжело мы хотим дать вам средства и способы которые помогут справляться с неприятной и тяжелой информации и использовать ее для осознания и развития в 1999 году мы вместе с нашим другом и коллегой брюсом паттоном написали книгу трудные разговоры как обсуждать самое важное мы продолжаем преподавать в гарвардской юридической школе и работать с клиентами со всего мира которые заняты в разных сферах нам посчастливилось работать с самыми замечательными людьми руководителями предпринимателями операторами нефтяных вышек врачами медсестрами учителями учеными инженерами религиозными лидерами полицейскими режиссерами адвокатами журналистами и социальными работниками даже с инструкторами танцев и астронавтами и вот что мы поняли еще в начале пути когда мы просили людей назвать самые трудные разговоры в их жизни речь всегда заходила об обратной связи неважно кем были наши клиенты и чем занимались откуда они и почему обратились к нам все говорили как тяжело давать честную обратную связь даже понимая что это жизненно необходимо клиенты рассказывали о рабочих проблемах которые годами оставались нерешенными когда же они все-таки давали обратную связь ни к чему хорошему это не приводило коллеги обижались злились теряли мотивацию и ситуация лишь ухудшалась представляя как трудно набраться смелости и сил для обратной связи и учитывая негативные результаты стоит ли вообще что-то делать а потом кто-то из группы всегда замечал что принимать обратную связь часто бывает ничуть не легче она бывает несправедливой или грубой она может прийти в неподходящее время порой обратная связь высказана не лучшим образом непонятно почему человек считает что он вправе высказывать свое мнение может быть он и начальник но не разбирается в том что мы делаем и с какими проблемами сталкиваемся мы чувствуем что нас не ценят теряем мотивацию а самооценка падает и кому это нужно интересно когда мы даем обратную связь то обычно замечаем что человек ей вовсе не рад когда же получаем ее то нам всегда кажется что замечание высказаны не самым лучшим образом и тогда мы задумались почему обратная связь так тяжела для обеих сторон мы начали внимательно прислушиваться к тому как люди рассказывают о своих проблемах и триумфах и стали замечать те же проблемы в себе пытаясь выработать иные подходы к обратной связи мы быстро поняли что главную роль играет не тот кто делает замечание а тот кто их выслушивает и начали понимать как это может изменить не только отношение к служебной аттестации но и процессу обучения руководства и поведения в профессиональной и личной жизни и и